итак ладно все давайте закончим маленький перерыв и погнали за нашими товарищами живут в отеле оба услышать отель тут довольно большой похоже и как минимум кажется прошу прощения а вы не из округа канай не так ли нет нет а как вы узнали в конце концов я работаю в гостинице я могу определить ведут себя гости я конечно не знаю ваших обстоятельств но в округе канай редко приезжают гости за пределами округа и в пор как три года назад округ канай отгородился от мира покровительство к сожалению очень сократилась у нас и честно говоря у нас очень мало работы окану татсу никому и кайси и цена таро коммунистой вакаманная мы же не можем просто переехать другое место интересно как долго это будет продолжаться ой прошу прощения я не должен жаловаться присутствии гости а почему округ канай вообще решил отрезать себя от остального мира как ты думаешь может это как-то связано с величайшим секретом округа канай да уж в этом отеле к сожалению дела идут очень плохо эй а давай спросим его а почему округ канай закрылся от остального мира это была воля корпорации моторасу ватт астана юный причин нет и похоже что мы простые люди не имеем права это знать я не понимаю почему единое правительство это разрешило мысли кому-то раз у меня никаких претензий нет утери него а матераса корпорация моторасу субсидирует гостиницу поэтому кроме скуки от всего этого свободного времени у нас нет никаких претензий похоже что корпорация моторасу одностороннем порядке закрыла границы если то так то они обладают действительно огромной политической властью а это хорошая информация мы сделали еще один шаг на пути к разгадке величайшей тайной округа канай ну не знаю ну короче понятно с этим парнем прошу прощения но тут у нас уже на протяжении нескольких дней один гость живет под роялем это случаем не кто-то из ваших знакомых это как если бы у нас была бездомная кошка но это не проблема так как у нас нет других гостей под роялем но думаю ребят вы поняли кто скорее всего живет под этим роялем побыстрее бы это сейчас увидеть и так а вот и он да уж слушайте он очень хорошо конечно там устроился видно что ему удобно книжку это читает вивиасан о юмор доброе утро доброе утро что вы здесь делаете а книжку читаю коррелами мизу милет и оттал на на что еще ну историю которую я читал она мальчики строящие замок из песка на берегу озера с девушкой которую он только что встретил проходит очень много дней песочный замок все еще не закончен по какой-то причине он исчез на следующий день после постройки главный герой считает что есть причина по которой это происходит он считает что девочка тайна разрушила песочный замок ночью и вот так он остается на ночь на озере и как он и думал появилась девушка она разрушила песочный замок и вернулась домой главный герой задается вопросом почему она так поступила юма как ты думаешь каков ее мотив ну она ненавидит главного героя или же она или же ей нравится главный герой ну очевидно ребят как бы это второй вариант она хочет побольше времени проводить с ним чтобы строить замок каждый день ну как обычно напоминаю что когда у нас тут варианты выбираете вы чате путем голосования по сути и потом я выбираю тот вариант который победил она любит хаос и разрушение понятно второй возможно и нравится главный герой понятно если она продолжит разрушать песочный замок то главный герой будет возвращаться чтобы восстановить его и они смогут остаться вместе до тех пор пока продолжается строительство песочного замка это довольно неуклюжие но вполне похвальные усилия по стороны девушки она могла бы просто попросить его прийти завтра еще раз это решение весьма романтичное это очень похоже на тебя юма так в чем же истинная причина истинная причина об этом ничего не сказано я должен сам представить себе рассуждение девушки это то ради чего и пишутся эти истории то есть он точно так же как и ты поднял этот вопрос главный герой тоже пытался доказать но он потерял ее из виду в темноте однако это единственная тропинка и другого пути нету как правило потерять кого-то из виду там невозможно лунный свет освещает озеро в конце тропинки и там у озера главный герой замечает нечто нечто это ведь девушки отворачивающиеся от него исчезающий в озере что главный герой вспоминает историю о девушке утонувшие в этом озере очень много лет назад почти как давно забытые воспоминания он решил посмотреть старые газеты и там находит ее фотографии но фотографии кажется что она улыбается прямо ему разве это не прекрасно у этого парня вероятно мне друзей а ну что так прям прибыли гида книгами слишком кстати на виве а шеф яку спрашивал шеф яку спрашивал о вас в офисе а что уже время передай шефу что я приду хорошо да конечно никуда он не пойдет вы только посмотрите на него у него нет никакого желания вставать а кстати вы не знаете где остальные может быть в ресторане они сейчас должны завтракать в ресторан хорошо я понял я проверю я хочу умереть когда-нибудь ну я сказал что пойду но я еще не решил когда стоит ли мне торопиться ну я подумаю если где-нибудь в лесу бабочка пыльями помашет ну слушайте ну интересный персонаж ладно ну же сюда хозяин привет новичок ну чё как ты тоже пришел на завтрак юма-сан доброе утро доброе утро доброе утро ну как бы время нашей встречи уже прошло а что мы опаздываем да невозможно как будто я могу позволить времени обогнать меня мое зрение довольно острое понимаете я понятия не имею о чем вы говорите но это не оправдание для опоздания да не оправдывается она она просто такая ну ну послушай новичок держу пари ты здесь ты здесь только потому что шеф велел тебе найти нас но ты до сих пор не осознаешь одного важного факта подумай об этом все кроме все кроме тебя и шефа живут в этом отеле будет намного быстрее привести самого шефа сюда верно ну теперь шаг дату когда вы упомянули об этом ну да не поддавайся уговорам так легко в любом случае ты должен привести шефа сюда да не в коем случае насколько нам всем известно миротворцы могут быть где-то рядом с я с встреча может быть связана даже с планированием операции поэтому ее лучше проводить в офисе я согласна с юмой именно вы говорите это сейчас боже ладно передай шефу что я приду после того как лимонад допил да я тоже буду там после завтрака я должна хорошо проживать пищу чтобы способствовать хорошему пищу пищеварению поэтому это займет какое-то время да она конечно не что понятно понятно так что Халара не так же с вами ну ладно я понял кстати а Халара здесь с вами это 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 что кто-то вообще в этом мире сможет общаться с таким человеком я я собиралась предложить ей присоединиться к нам за завтраком но комната уже была пустая но я уверен что халара где-то рядом возможно там не знаю вымогает у детей деньги похоже что нам предстоит еще потрудиться ну давайте поищем еще где-нибудь да кстати насчет Халары знаете что я заметил что собственно в английском что в оригинале в японском ни разу не уточняется обращение так сказать в мужском идет обращение вроде или в женском в отличие от других персонажей странно не эй юма у меня к тебе просьба а просьба что такое есть книга которую я очень хочу прочесть но не могу найти экземпляр она называется ворон и голубь выживание сильнейших и спасение мира ничего себе название это трагическая история о том как ворон сражается с голубем дабы оправдать свое существование чего ну в итоге они вдвоем превращают мир в пустошь разве это не звучит немного скучновато ты так думаешь ну если ты случайно найдешь эту книгу я надеюсь ты принесешь ее мне да просто как ты видишь я сейчас очень занят ну вы определенно не выглядите знятым ну что ж поищите если есть желание а я пока что не буду торопиться и подожду здесь его выпьющая лень почти что освежает ладно кстати обратили внимание здесь нет озвучки а все почему правильно потому что это запросы то есть топ кресты отлично во время передвижения по городу вы можете встретить людей нуждающиеся в помощи вы можете получить запрос если обратитесь к ним а возьмитесь за запросы с помощью детективных методов за их решение можно получить очки детектива запросы могут быть приняты и выполнены только в той главе которые они появились а то есть понятно не бляд да да я я заметил я его заметил заметил если вы пройдете главу не завершив запрос он останется решенным вот понятно а если вы пройдете главу не приняв запрос он исчезнет так что будьте осторожны не выполнены запросы можно повторить если переиграть главу заново понятно ну короче да есть и сайды в этой игре оказывается ну кто знает ну так то это возможно в рамках сайдах будут какие-нибудь тоже интересные дела и теперь понятно как они делся в пиндюре эту игру эй малыш не мог бы ты уделить мне секунды а в чем дело да и какой-то парень пытался всучить мне эту странную книгу я отказался но он был таким настойчивым не бляда сейчас вернемся я не знаю есть ли у него квот или что-то еще но он был очень настойчивым не начинает начиная раздражаться просто думая об этом у этой книги было очень длинное название ворон что-то там такое короче еще кто вообще-то читает о неужели это книга которую ищет виле а где вы столкнулись с этим человеком а ну если вы пойдете по этой улице в сторону района гинма и повернете налево у бара то вы найдете его там ну а лучше держаться подальше он был очень настойчивым понятно спасибо за совет дистанция забавно эрастов так мы сейчас вот пойдем к нему так не быть это новая книга выходит сегодня не так ли надо будет зайти за ней после работы когда я думаю об этом владелец книжного магазина сказал что у него есть и более старые здания может быть и мне купить об экземпляра и говоря виви уже попросил меня купить для него книгу может быть мне стоит спросить об этом у этого парня кажется он может много знать о книгах прошу прощения я ищу необычную книгу а ты тоже любишь книги ну в таком случае тебе стоит заглянуть в книжный магазин района камасаки у них там как бы книги со всего мира как они попадают им в руки остается только догадаться о это звучит потрясающе магазин находится наверху лестнице чуть впереди если ты ищешь книгу то тебе нужно заглянуть именно туда спасибо понял спасибо а ну и растов так он у него ее ее нет как бы вот пытался ему ее стучить но да ну и считаю что маркер квеста в другом месте нет о а и ты там хочешь что-нибудь купить я также доставкой занимаюсь помоги я занимаюсь всеми видами товаров в последнее время продажи идут медленно так почему бы не купить что-нибудь ну и как ты собираешься выбраться из этой ситуации ну вообще-то у меня не так много денег просто посмотри это ничего не стоит ну уж давай просто посмотри у меня как бы есть еда предметы первой необходимости и много книг книги давай салат кстати если подумать разве я не искал книгу книгу ищешь как называется как там она называлась о боже так прибытие и пиова ну или это можно еще перевести как прибытие самых модных дальше выживает сильнейших а ну вот собственно это название правильно то есть и идол серфер играет в пикет о боже кредит да похоже да так стоп чё с гудгеймом опять это говно падает а то есть нам даже так придется выбирать понятно так всемирное спасение всемирное разрушение бурное плюно отделение а у меня есть это в наличии отличный вкус кстати это настоящая культовая классика правда да это хорошая книга но не слишком популярная к сожалению у нас кстати были проблемы с ее транспортировкой еще вы вы хотите купить у меня один экземпляр или как да пожалуйста и я бы хотел бы чтобы ее доставили человеку который спит под роялем в отеле под роялем в отеле под роялем в отеле на ладно неважно значит я просто должен получить от него деньги да спасибо ладно видимо это означает что я выполнил запрос виве еще нет хозяин вы должны убедиться что книга дойдет то это назначение а точно ты права пойдем проверим как там виве отлично дед доставит книгу виве и нам не придется раскошелиться фландерстак мы не будем покупать он будет покупать не зря же дед сказал что доставку из него и 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 только что зашел продавец из книжной это ты ведь его прислал верно спасибо да вы уже прочли да она была замечательная что значит быть вороной летать по воздуху было бы потрясающим интересно смогу ли я жить свободно как ворона парить в небе безгранично ну не надо просто прыгать со здания или что-нибудь в этом роде окей точно я думал об этом похоже эта книга казала на меня влияние и опа на меня влияние поистине замечательное чтиво спасибо юма думаю я понял почему эта книга не очень популярна то же самое говорит что мы уже перевели этот парень выглядит так как будто он действительно может прыгнуть даже не шути об этом о боже ты слышал о деле с часовой башня в районе гимна это опять воздельщик да преступника уже поймали там была куча миротворцев это было крупное дело да не может быть гвоздильщика поймали как он выглядит гвоздильщик они упомянули дело а уже есть дело этот город так же прекрасен как и слухи о нем это случилось на часовой башне местечке под названием район гимна пошли посмотрим сначала нам нужно найти халару отказано я не могу больше ждать ни секунды это ошейник и здесь работает пока этот мир не погибнет не бляда есть есть блин я забыл ладно пока что нам не разрешает пойти никуда так ладно значит она имеет власти в реальном мире над гг над гг так а вот и новый район и мы на месте итак это это район гимна мы попали сюда просто бродя по окрестностям подожди ты знала куда идти мне кажется он отличается от района камасаки дождь все еще идет как обычно но район выглядит высококлассным и роскошным и не только здание это касается но и людей все выглядят очень богатыми совсем не похоже на тех бедняков которых мы видели то я ненавижу бедных людей у всех бедняков ненормальные характеры я думаю это зависит от человека итак где находится часовая башня на которой произошел инцидент как я уже говорил сначала нам нужно найти Халара Халара послушай хозяин послушайте хозяин как ваша наставница я научу вас кое-чему важному детективы детективы ставят расследование превыше всего выше чем родителей или зов природы ладно хорошо я пойду только сначала поспрашиваю господи это шинигами конечно иногда такое ляпнет так что тут у нас путешествие на автобусах а это типа быстрое перемещение по сути автобусы можно использовать для поездок в места которые вы уже посещали однако в зависимости от ситуации в которой вы находитесь хозяин бывают случаи когда автобус может быть недоступен поэтому нужно браться терпением вы также можете отправиться в другое место открыв карту округа канай в меню блокнота и выбрать пункт путешествие на автобусе а даже так отлично давайте думаю мы тоже сейчас закончим ребят посмотрите на карту и на вот как отображен этот район глазки ротик правда голова квадратная вряд ли это случайность можно увидеть целый город отлично и я могу вернуться обратно так вернемся вернемся в отель что мы там не посмотрели все на станцию мы были уже ну кстати да тут еще и квест есть а бумажник я никогда раньше не видел такой дизайн я понять не имею из какой-то страны откуда вам знать если у вас амнезия только не говорите мне что вы забыли об этом тоже а да точно хозяин ни о чем не беспокоиться не заботится а да смотрим сначала тут вот тут а увы о вон там если внимательнее посмотреть на этот цветок то можно сказать что он синтетический постоянные дожди не пропускает солнечный свет поэтому выращивать настоящие цветы не получится верно да как там брачновато так ну тут мы уже пообщались это нельзя приношу соизвини не юма я все еще нахожусь посреди своего завтрака так что а не все в порядке пожалуйста не торопитесь слава богу торопиться с едой очень вредно для пищеварения в конце концов ну что ж прошу простить не она жует очень медленно похоже пройдет немало времени прежде чем она закончит есть ну вы поняли да если мы познакомимся с ней поближе будет весело поэтому ждем как дела новичок я пока не собираюсь идти в агентство а как вы думаете где может находиться холара да ну хз может быть где-то играет там в азартные игры больше интересно какая у нее способность кстати да тоже хороший вопрос и раз да это же хуже пыток будет да ребята если вы увидите что я иногда иду в стены это означает что в этот момент я смотрю в чат они на экран так посмотрим что тут о что мне делать как такое могло случиться а в чем дело пожалуйста помогите мне я не знаю что делать это бугага тебе как всегда не везет в его случае посмотрим что она скажет кто-то украл мою сумочку я попыталась поговорить с миротворцами но они меня даже не выслушали вы не могли бы помочь мне найти человека который украл мою сумочку о боже эти миротворцы действительно бесполезно ну то вы собираетесь делать вы собираетесь ей помочь так что там у нас евгений ну евгений ну да я у него этого папа запомнил так сказать а кстати да вот и реклама амапал ну собственно в японской версии это аматан то есть дружок так ну конечно да никаких проблем позвольте мне разобраться с этим делом правда спасибо большое но мы не можем доверить это простому стажеру вам лучше последовать моим напутствием как всегда самовлюбленные это не могли бы вы рассказать мне как выглядит пор сумочек ну ну он был одет в темно-синюю куртку очки и белые брюки а еще он на нем была белая маска я понял спасибо рассчитываю на вас ну 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 это у нас вор сумочек я да нет понятно вот как нам придется решить не на это не похож евгений нет это совершенно новое произведение от создателей дунганромпы ее делали пять лет и вот она вышла только пару дней пару дней пару недель назад уже так это я так надо всех посмотреть так ну белые штаны синяя куртка белая маска х похож в вроде да ну там еще было вроде да вроде все Ну стоит посмотреть, да и последнего на всякий случай, внизу. Так, ну у этого черная маска. Так что да, вот он наш клиент. Так, что у тебя там, о боже. Ммм, Евгения, да нет, тебе кажется. Так, это наш похититель сумочек, да, вяжем его. Вы наверное вор сумочек, чёрт похоже, это конец. Зачем красить чью-то сумочку? Я не хотела, у меня выбора не было. Нет, нет денег на еду, нет денег на булочки с мясом. Ну и мне пришлось украсть эту сумку, дабы продать её потом. И во всём виноваты эти чёртовы миротворцы. А, значит получается он её ещё не продал. Отлично, мы хотя бы вернуть её сможем. Миротворцы виноваты. Верно. Они вымогают у нас деньги при каждом удобном случае. И называют это налогом на безопасность. Ну, ты же помнишь, что златозубый Свенг думает только о деньгах? Хм. Хм. Чёрт. Я не позволю им поймать меня. Эти миротворцы никогда меня не поймают. А? Он валит, хозяин. Не. Вы не собираетесь гнаться за ним? Ум. Мы должны вернуть сумочку, не так ли? Нам надо спешить и повернуть, и вернуться к клиенту. Ну же, и это всё? Как раз тот момент, когда всё стало интересно. О! Это моя сумочка? Вы действительно вернули её мне? Это... Да, но боюсь, что преступник скрылся. А, да не беспокойтесь об этом. Я просто очень рада, что моя сумочка вернулась. Я очень ценю это. Эй, ты выглядишь довольно мрачно для человека, который только что успешно справился с работой. Что случилось? Это потому что вы расстроены из-за того, что позволили преступнику уйти? Это... Если бы я его поймал, мне бы пришлось просто передать его миротворцам. Неизвестно, что бы с ним тогда случилось. Но он бы получил бы по заслугам. Детектив, чтоб отпустил преступника на свободу, это позор. Да, но... Не могу это сделать. Ой, хозяин! Вы такой трус! Ну, название у задания забавно. Конечно. Ну, дело какое-то... Ну, не то что странное. Как-то да. нет. Так, ну ладно. Тут вроде все. Блондор, да, конечно. Грэйди, в этом районе, да? Но в другом районе есть другое. Который мы сейчас направляемся. А, в меню? Ну да, пропали. Собственно, последнее менюшка была как раз-таки посвященная сайдквеста. А, мы прошли первый и третий сайдквест. А второй, вот он. В этом районе. Так, ладно, я думаю, пока что здесь остановлюсь. Наверное, продолжение следует, а то я уже подустал. Делаю сейв в другом слоте. Насек. И продолжение следует. Продолжение следует.